это неземное устройство лунный модуль грумана самый специализированный и в то же время самый мощный космический аппарат когда-либо построенный человеком 20 июля 1969 года корабль побратим этого корабля здесь в национальном музее авиации и космонавтики в вашингтоне вылетел со своего корабля носителя apollo 11 на поверхность луны и обратно благополучно доставив первых двух людей когда-либо ступивших на внеземную поверхность 1961 году когда он был молодым инженером 32 лет томас джей келли возглавил проектирование этой замечательной машины но поиски америки на луне на самом деле начались четырьмя годами раньше в роковой день 1957 года я до сих пор помню когда был запущен спутник что было своего рода грубым пробуждением для этой страны и для меня лично о космической эре когда появился спутник это просто дало толчок тому что мы делали и я думаю что лично я оценил это это было все равно что иметь возможность подтолкнуть правительство к тому чтобы оно делало то что по твоему мнению оно должно было делать все это время некоторые нашли утешение в шоке но спутник стал катастрофой для соединенных штатов в области связей с общественностью еще хуже было впереди сначала советы отправили на орбиту собаку потом человека к 1961 году джон кеннеди был президентом для него ухудшение ситуации представляла собой прямой политический вызов мы настояли на том чтобы встретиться с президентом мы чувствовали что это важный вопрос и мы действительно видели президента кеннеди и он действительно не был готов принять решение о том чтобы следовать за меркурием который был аполлоном даже в те дни это называлось аполлоном но он действительно согласился продолжить это с разработкой более крупной ракеты носителя сатурн а потом примерно я бы предположил может быть три или четыре недели спустя косма и агарин вышли на орбиту земли и в этот момент президент кеннеди понял что возникла неотложная политическая проблема был составлен документ в котором излагалась программа полета на луну и говорилось что у нас это есть макнамара и уэб чувствовали что это правильная цель что это достижимая цель ну это причина по которой у нас действительно так хорошо продвигалась программа потому что люди в этой стране думали что русские опередили нас и конечно же русские были впереди нас 5 мая 1961 года алан шепард стал первым американским человеком в космосе полет был до смущения коротким по продолжительности просто баллистический полет на высоту 116 миль и посадка на воду всего в 300 милях ниже но эмоциональное воздействие было огромным соединенные штаты позволили миру посмотреть то на что советы никогда бы не осмелились мы участвовали в гонке и ровно через 20 дней джон кеннеди назвал финишную черту я считаю что это нация должна взять на себя обязательство достичь цели до истечения этого десятилетия высадить человека на луну и благополучно вернуть его на землю это была потрясающая возможно даже невыполнимая цель потому что никто еще всерьез не рассматривал вопрос о том как именно посадить транспортное средство на луну или что более важно снова запустить его когда была задумана первоначальная идея полета на луну наса на самом деле не определила как именно они собираются отправиться на луну подход к сближению на лунной орбите был альтернативой я думаю что это была довольно оригинальная альтернатива человек которому приписывают оригинальные идеи джон хоббалт из наса и мы прочитали одну из его ранних статей об этом и мы сами проверили все расчеты и это показалось нам довольно привлекательной идеей итак в конечном счете подход к сближению на лунной орбите был выбран потому что он был более экономичным в частности командный модуль может быть специализирован для повторного входа что является очень сложной средой и требует жесткого компактного термостойкого транспортного средства чтобы выжить аэродинамически сформированные напротив лунный модуль можно было специализировать для операций в космосе и на луне где у него нет аэродинамики с которой можно было бы бороться и очень мало сил будь то гравитация или что-либо еще запрос запретить на маленьком модуле был уникальным в моем опыте и не требовал конкретного дизайна это было почти как игра из 20 вопросов ты отвечаешь на эти вопросы и если мы думаем что ты знаешь о чем говоришь мы поговорим с тобой позже и следовательно мы попытались сделать это сейчас чтобы ответить на вопросы мы должны были постулировать дизайн и это действительно то что было показано на той маленькой деревянной модели которая стоит там на полке мы думали что когда мы наконец получим указание на то что мы победители мы разработаем этот дизайн но оказалось что нет мы только что сдали вступительные экзамены и что нам придется работать с тем что сейчас называется центром джонсона чтобы разработать дизайн так что по сути предварительный проект лунного модуля начался с нуля после присуждения премии эта разработка началась в ноябре 1962 года когда было объявлено что груман выиграл конкурс лэм это был не первый раз когда груман был на переднем крае лучшая аналогия с проблемой проектирования космического корабля который казался самолетом истребителем мы знали о космосе не больше чем большинство людей в то время но мы много знали о создании надежных летательных аппаратов которые должны были работать в очень агрессивных и сложных условиях если ты подумаешь о навыках которыми мы обладали в мире авиастроения они были очень 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 непосредственно применимы к проектированию лунного модуля но все остальное было очень логичным продолжением желания авиаконструкторов подниматься выше быстрее и дальше через равные промежутки времени во время проектирования лунного модуля груман построил полноразмерные модели машины с помощью этих макетов инженеры могли бы проверить соответствие систем астронавты могли бы практиковать свои процедуры а наса могло бы оценить прогресс грумана наса приедет буквально с сотнями людей это включало бы всех астронавтов и всех руководителей различных центров наса и теперь они поддерживают группу инженеров и экспертов в случае с лэм у команды было много контактов с лэм помимо того что он просто управлял им изнутри отсека экипажа он также служил их домашней базой когда он был на луне и на приличной ступени размещалась все научное оборудование все те аспекты конечности которые команда действительно будет использовать должны были быть оценены на макетах у нас была стропа с чем-то вроде большой тарзанки которая спускалась с потолка и астронавт должен был прикрепить ее к скафандру а затем мы поднимались по лестнице для входа и выхода из лэм это было довольно интересно и если ты когда-нибудь попадал на одну из этих вещей это был настоящий кайф это все равно что спрыгнуть с дерева в воду а потом снова подпрыгнуть конструкция шасси это интересная история сама по себе теперь это на это повлияло пара факторов на это повлияли теории о том из чего может состоять лунная поверхность они все отличались от очень легкой порошкообразной пыли в которую может погрузиться вся конечность это была одна крайность другая крайность заключалась в том что это будет лед очень скользкий очень твердый в некоторых местах на пути в 250 тысяч миль вес был критическим по мере того как дизайн развивался от концепции до аппаратного обеспечения форма и структура изменились несколькими существенными способами когда ты сравниваешь эти две модели предложенную модель и конечную версию лим многие из различий которые ты видишь являются результатом нашего желания сэкономить вес лунного модуля у этой модели предложения были сиденья в стиле самолета мы поняли что нам действительно не нужны места в нулевой g или даже в 16g так что в этой конечности и в настоящих конечностях команда была в положении стоя так что же мы смогли сделать поскольку съемочная группа стояла мы смогли спроектировать его таким образом чтобы окно было очень близко к глазу съемочной группы и это по сути резко сократило площадь остекления пока автомобиль строился в бетпидж груман должен был также протестировать двигатели лэм топливо было слишком опасным чтобы смешивать его или хранить где-либо кроме пустыни а пустыня это то место куда груман отправился в уайт сэнс штат нью-мексико на операцию острие копья которую назвали уайт сэнс потому что она намного опередила операции на мысе изначально мы должны были выяснить можно ли запустить этот спускаемый двигатель дросселировать карданный подвес и будет ли он на самом деле работать пока длится эта миссия а у нас была бара камера для этапа спуска а у нас была бара камера для первой стадии стадия актива была гораздо более важной в миссии чем стадия спуска потому что у нее не было резервной копии и если в лунном модуле и было что-то что должно было быть абсолютно совершенным так это и сдвигатель потому что если ты нажмешь кнопку чтобы вернуться на орбиту вокруг луны и она не сработает астронавты погибли в трех войнах самолеты граммон заработали репутацию за то что возвращали свои экипажи живыми лем тоже хотел бы этого каждая конечность будет использована только один раз но груман построил их навека само здание было сделано очень вручную по индивидуальному заказу и во многих многих случаях вы строго полагались на добросовестность этого конкретного рабочего потому что после того как он что-то собрал было очень очень трудно сказать было ли это сделано правильно или нет следовательно когда лэм был на фабрике ты его почти не видел он был окружен строительными лесами и защитными чехлами всех типов как снаружи так и внутри отсека экипажа у нас также была машина для вращения и очистки которую они также называли там был и что это сделало я думаю у нас было три цикла переворачивания и это убрало весь мусор пыль заклепки хвосты заклепок и все что у вас есть и мы поймаем его и взвесим на большом холщовом листе и по мере того как ты продвигался вперед все больше и больше привыкали работать в такой среде корабль стал намного чище здесь на земле конечность была не в своей тарелке среди заводской суеты конечность была хрупкой нежной на самом деле его внешняя оболочка была высокотехнологичной версией того что люди привыкли называть фольгой на поверхности луны ты перешел от плюс 250 градусов по фаренгейту при солнечном свете к двум стам пятидесяти в тени и это произошло довольно внезапно стратегия которую мы использовали при проектировании заключалась в том чтобы обернуть лунный модуль изоляции чтобы он был в основном термически изолирован от окружающей среды теперь когда изоляция была майларовой это был освещенный майлар сам майлар был золотистого цвета и он очень заметен на любой из фотографий конечности которые вы видите единственный способ которым пилоты могли практиковаться в маневрировании и посадке конечности это использовать летные тренажеры и неуклюжие установки для посадки на луну никогда раньше летательный аппарат не поступал в эксплуатацию без единого испытательного полета но для конечности не было другого выхода нет другого способа кроме как протестировать каждую систему отдельные и вместе на земле каждый шаг пути мы тестировали на уровне компонентов мы тестировали на уровне сборки мы тестировали на уровне подсистемы и конечно же мы наконец-то протестировал его на самом высоком уровне и статистически ты не смог бы доказать надежность такого рода которую по нашему мнению мы должны были иметь и так мы приняли политику согласно которой не существует такой вещи как случайный сбой и что каждый сбой должен быть изучен должен быть понят и должны быть предприняты какие-то действия для устранения этой причины что заставляло ли но самой большой наградой было то что конечность была предназначена для величия и каждый кто соприкасался с паучьей машиной которую строил груман знал это в программе лунного модуля было посвящение и драйв равных которым я с тех пор не видел я видел как это происходило в очень маленьких группах но мы говорим здесь о тысячах людей которые были охвачены энтузиазмом и исторической важностью этого начинания это был не просто еще один летательный аппарат это было необычно этого раньше никто не делал и я думаю что есть кое-что на что многие инженеры реагируют в том смысле что это находится на переднем крае знаний и что есть риск ты как бы втянулся во что-то что ты не мог контролировать была национальная цель отправить человека на луну и это было то чем мы все так увлеклись и стали настолько преданными или одержимыми что вы были готовы на все ты должен был отправиться куда угодно чтобы подготовить космический корабль мы думали что обманули себя думая что знаешь мы могли бы это сделать мы верили что сможем это сделать и там что-то было там было немного в конце радуги был горшок с золотом мы могли это видеть мы знали что мы были частью этого и мы могли видеть прогресс которого мы добивались и тогда мы все были на 20 лет моложе в то время средний возраст этих сотрудников наса и их подрядчиков был вы знаете вероятно от 30 до 25 лет в этом возрасте ты веришь что можешь сделать все что угодно ты знаешь что можешь свернуть горы и мы действительно в это верим и так мы и мы были втянуты в это потому что мы были зависимы мы лучше останемся здесь чем пойдем домой дух который я видел в грумане в те дни с конечностью заключался в том чтобы почти быть готовым пойти на любой конец на личную жертву и это конечно было так и сколько часов люди тратили на это и я уверен что в семейной жизни было трудно все исправить дело в том что ни у кого не было никаких сомнений в том что у нас все получится что мы не собирались оставлять трех-двух астронавтов на луне и что мы вернем их обратно в целости и сохранности несмотря на их неукротимый дух на мысе кеннеди команда грумана была новичками они постоянно отставали от графика водя недоказанную конечность в поток стек и на луну и мы попали в эту среду там внизу где с программами меркурии джемини продолжается наша программа аполлон в какао бич в районе кейп кеннеди есть много людей которые как ты знаешь можно сказать хорошо учиться и имеют большой опыт во всем бизнесе запуска ракет и пилотируемых космических полетов мы были последним крупным крупным подрядчиком который пришел в команду я так сказать попал в стек и было много людей которые думали что возможно у нас этого не было вы знаете по опыту и просто в целом знаете как не отставать от толпы операция с колпачком была последней остановкой в цепочке ромашек у нас было пространство кеннеди в ее голове что работа по взятию актива и достойной сцены сборки и проведению всех предстартовых проверок этих машин он прислал приличную сцену и готовит их к запуску в июле 1619 года 69 величайшее инженерное достижение в истории человечества перешло от обещания к исполнению весь мир наблюдал как аполлон 11 очистил башню космического центра кеннеди во флориде для мужчин и женщин грумана чувство сопричастности было сильным и сладким бас олдрин нил армстронг и майкл коллинз запряженные в свои кресла на вершине этой 36-этажной ракеты носителя сеттерн ви направлялись к луне на расстоянии четверти миллиона миль достигнув скорости убегания 24200 миль в час аполлон 11 с его тремя астронавтами и командно-служебными и лунными модулями на борту был выведен на транслунную траекторию как только точность траектории полета была подтверждена панели космического корабля лимит автор были открыты это позволило командному и прикрепленному служебному модулем отделиться от третьей ступени развернуться на 180 градусов и нырнуть вместе с орлом когда лунный модуль орел был снят с третьей ступени аполлон 11 наконец-то отправился в свое трехдневное путешествие к лунной орбите когда аполлон 11 приблизился к месту назначения двигатель служебного модуля был вновь запущен в качестве ретро ракеты чтобы вывести космический корабль на круговую орбиту вокруг луны когда он снизился до 80 миль над изрытой кратерами поверхностью армстронг и олдрин пробрались через узкий стыковочный туннель в лэм и активировали систему экологического контроля развернув шасси и протестировав посадочный радар орел использовал реактивные двигатели управления чтобы отделиться от командного модуля орел начал снижаться спускаемый двигатель был отрегулирован чтобы регулировать скорость спуска нил армстронг опустил лэм вниз чтобы лучше рассмотреть лунный ландшафт с помощью бортовых компьютеров он вывел лэм на ровную площадку до посадки оставалось всего несколько футов но у аполлона 11 заканчивалось топливо меньше 40 секунд маневренной мощности левее вниз поднимаю немного пыли 4 вперед дрейфуй вправо на 30 секунд вперед а затем мир затаил коллективное дыхание слышал и понял вот орел приземлился роджер качество твин крейн мы копируем тебя на земле у тебя есть куча парней которые вот-вот посинеют мы снова дышим большое спасибо только через несколько минут после высадки на луну когда мы решили особенно серьезную аномалию сразу после приземления я смог немного расслабиться и позволить этому осознаться после всех этих лет планирования ожидания симуляции слава богу мы наконец-то сделали настоящую вещь я помню как все эти годы был просто в восторге от этого вот к чему мы шли это был момент истины и наверное я просто не мог пошевелиться а потом когда орел приземлился я превратился в одного из многих плакальщиков которых знал этот мир в тот момент шесть с половиной часов спустя нил армстронг стал первым человеком с планеты земля ступившим на другое небесное тело это один маленький шаг для человека один гигантский скачок для человечества бас олдрин присоединился к нему и два невероятных туриста начали свое исследование это что-то из здешнего полета они собрали лунные камни и образцы почвы они водрузили американский флаг подперев его для эффекта раздувания ветром в безвоздушной пустоте они провели солнечные ветровые и сейсмические эксперименты и они открыли совершенно новый способ передвижения в условиях гравитации земли все еще впереди встреча с майком коллинзом на борту командного модуля колумбия олдрин и армстронг должны будут выйти на лунную орбиту и сделать это в одиночку многие люди спрашивают меня что было самым сложным моментом в этой первой посадочной миссии и конечно приземление было таким что заставляло тебя довольно крепко держаться за подлокотник кресла но для меня взлет был пожалуй самым важным потому что во первых есть только два человека которые готовят его к полету и это одна из тех вещей где это либо сработало либо не сработало и это никогда по-настоящему не демонстрировалось это никогда по-настоящему не демонстрировалось во всех других частях миссии ты мог бы найти запасной режим но когда тебе нужно было взлететь с луны это было все это сработало это сработало не очень хорошо но сработало я понимаю мы номер один на взлет на посадочной полосе когда произошло восхождение я думаю что мое сердце остановилось и когда он был на орбите я сказал да теперь нет это случилось я был очень уверен что мы сможем встретиться с командно-сервисным модулем а затем доставить наших астронавтов домой и домой они пришли к нации чья уверенность взлетела до высоты которую нам еще предстоит превзойти десятилетия шестидесятых не было никаких сомнений в том что чувство соперничества с советами и что программа аполлон рассматривались как восстановление нашего лидерства и технологий и это оказало влияние на систему образования это вдохновило целое поколение молодых людей на интерес к высоким технологиям в нем было довольно простое описание миссии отправиться на луну и вернуться обратно в этом десятилетии которое мог понять почти каждый и в этом действительно был аккорд который поразил воображение не только тех кто был вовлечен но и буквально любого человека на земле что это действительно будет первый раз когда люди покинут землю и я думаю что к тому времени когда мы приземлились на луну не было никаких вопросов о том кто был лидером в области космических технологий в мире это были соединенные штаты значит эта цель была достигнута трудно представить что первая высадка человечества на луну это уже древняя история за этим последовали еще пятеро для некоторых это материал из школьных учебников знания пожилых инженеров для других однако это кажется вчерашним днем и любому кто сомневается в их достижениях нужно только изучить то что они оставили позади какая поездка какая поездка запомни сегодня таких этапов шесть они сидят на луне и выглядит вот так а на них табличка с именем гранд-мейден бэс пейдж нью-йорк и это то чем тысячи нас криминальных людей очень гордятся в фактах отермосте skin was a high-tech version of what people used to call tinfoil на surface of the moon you went from like plus 250 degrees fahrenheit in the sunlight to minus 250 in the shade and that happened fairly abruptly the strategy that the design strategy that we used was to wrap the lunar module in insulation so that it would be basically thermally isolated from its surroundings now that insulation was mylar it was a an aluminized mylar the mylar itself was kind of a gold color and it's very prominent in any of the pictures of the limb that you see